Эфир Абхазского телевидения продолжает Русская служба новостей. Добрый вечер. В Абхазию по приглашению торгово-промышленной палаты республики прибыла делегация из ФРГ, возглавляемая официальным представителем ТПП Абхазии в Германии Вольфганом Мацки. Сегодня президент Рауль Хаджимба принял немецкую делегацию. Руководитель торгово-промышленной палаты Тамила Мирсхулава представила главе государства членов делегации и рассказала о работе официального представителя ТПП в Германии. Официальный представитель торгово-промышленной палаты в Германии Вольфган Мацки поблагодарил президента за прием и вручил ему памятный подарок. Мы очень рады, что мы в Абхазии, что нас интересует наша работа в Берлине. И у нас вот здесь медведь – это знак Берлина. И это не только медведь, это специально телем, вот наши флаги и специально для вас. Член немецкой делегации. Инвестор Микаэль Голшмидт рассказал о своих планах и впечатлениях об Абхазии. Огромное спасибо за приглашение, а также за вашу гостеприимность. Хотела бы сказать, что собирается быть инвестором, вкладывать в развитие Абхазии. И, возможно, это поможет Абхазии в какой-то степени. Президент Рауль Хаджимба отметил важность донесения объективной информации о республике Абхазия до международного сообщества. Нам важно, чтобы о нас знали объективную информацию. Мы прошли сложный путь войны, послевоенного периода. Мы практически выживали. Сегодня другая ситуация. Для нас важно то, что выстраиваются отношения на уровне, предположим, тех же экономических вопросов, связанных с тем, чтобы Абхазия становилась государством понимаемым для всех окружающих нас государств. И мы выражаем вам благодарность всем тем, кто содействует этому процессу. Ранее и сегодня же в Торгово-промышленной палате Абхазии состояла встреча делегаций с ФРГ с президентом ТПП Тамилой Мирцхулава. В составе делегаций бизнесмены и генеральные директоры крупных немецких компаний, а также известный журналист Томас Нельс, который намерен подготовить информационные материалы о республике Абхазия. На встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием сотрудничества в различных сферах и возможность реализации новых инвестиционных проектов, а также вопросы о развитии торгово-экономических связей между предпринимательскими кругами Абхазии и ФРГ, которые могли бы способствовать увеличению объема товарооборота между странами. Также на встрече обсуждалась дальнейшая работа представительства ТПП Республики Абхазия в Германии. Сегодня же президент Рауль Хаджимба провел совещание с членами Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Как сообщает пресс-секретарь президента Нала Авитсба, члены Ассоциации подняли вопрос об организации бесплатной выдачи лекарственных препаратов в каждом районе. В настоящее время функционирует три пункта выдачи медикаментов инвалидам Отечественной войны народа Абхазии. По поручению президента в ближайшее время профильные ведомства решат данную проблему. Участники совещания также подняли вопрос регулярно увеличивающегося числа людей, попадающих в категорию инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Председатель Ассоциации инвалидов войны Сухума и Сухумского района Тимур Зантария сообщил о том, что организацию наиболее беспокоит вопрос социального подхода к определению инвалидности. Он высказал пожелание, чтобы комиссия по делам инвалидов и ветеранов войны активизировала свою работу и чтобы государство могло оказывать финансовую поддержку коммерческих проектов организации инвалидов. По итогам встречи Раулем Хаджимба было принято решение ежемесячно проводить совещание с участниками Ассоциации инвалидов войны, на котором все злободневные вопросы будут обсуждаться и находить решение. Сегодня в Народном собрании Абхазии прошло расширенное заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, финансам и кредиту, посвященное исполнению бюджетов вне бюджетных фондов. В начале заседания председатель Комитета Натали Смыр и председатель Контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба высказались по поводу неисполнения республиканского бюджета за 2017 год. Репортаж Ирины Аршба. Вся информация, предоставленная Министерством финансов, абсолютно достоверна, не вызывает никаких вопросов и полностью отражает бюджетный процесс, отметила Натали Смыр, открывая заседание. В то же время она подчеркнула, что у депутатов немного другое видение исполнения бюджета. По цифрам мы вообще не расходимся нигде. Но большинство депутатов видение одно, а у исполнительной власти видение другое. В частности, на вопрос о недостоверности информации, предоставляемой Контрольной палатой, хочу сказать, что мы с Ирмой Федоровной обсуждали вопрос, в частности, нормативного распределения налогов, то есть доходов. Речь шла в основном о госпошлине. И я в этом вопросе Ирму Федоровну поддержала. Потому что я считаю, что, честно говоря, это не было недостоверной информации, представленной Контрольной палатой. Это было просто, где Контрольная палата обратила наше внимание на некие противоречия в законе. Там вопрос касался в основном госпошлины. Главный и основной вопрос парламентариев к исполнительной власти, почему в конце 2017 года бюджет был увеличен по доходам на 611 миллионов рублей и по расходам на 975 миллионов рублей, если возможности его исполнить не было. 22 декабря 2017 года исполнительная власть вышла к нам с тем, чтобы мы увеличили как по доходам на 611 миллионов, так и по расходам на 975 миллионов. И на выходе нет кассового исполнения по обязательствам. Что такое неисполнение по обязательствам, да? Но это же закон, правильно? Вообще, по логике вещей, мы должны были секвестировать бюджет. Если мы понимали, что мы не исполняем его на миллиард 200, мы должны были бюджет секвестировать. О том, что мы не исполняем бюджет, нам это было понятно по итогам за 9 месяцев. Главная задача Контрольной палаты – изучить бюджет по всем параметрам и представить информацию в парламент, что и было сделано, отметил председатель палаты Роберт Аршева. В процессе самого проведения данного мероприятия выясняются некоторые моменты, которые нашли свое отражение, о которых сказала и Наталья Викторовна. На что мы обратили внимание. Кстати, по некоторым из которых мы уже неоднократно в своих заключениях писали про них, но почему-то нет никакого реагирования на эти замечания. Возвращаясь к вопросу неосвоенных порядка 600 миллионов рублей финансовой помощи России, Наталья Смыр вновь подчеркнула, что эти средства были выделены Абхазии по настоянию абхазской стороны без предоставления документации. И их, по ее мнению, можно было освоить в установленные сроки. На 15 заседании было известно, что будет увеличение по инвестпрограмме. 8 июня. Понимаете, то есть, я хочу сказать, за полгода, куда потратить деньги, мы, наверное, бы сообразили бы. Я думаю, что это речь шла о сумме в 489 миллионов. А 150 миллионов стало ясным, что мы получим, я прошу прощения, приблизительно где-то осенью, правильно? Осенью. То есть, мы прекрасно знали, что мы получим 150 плюс 489. У депутатов парламента возникли вопросы к кабинету министров в части использования бюджетных средств. Именно поэтому закон об исполнении республиканского бюджета за 2017 год был направлен ими в Генеральную прокуратуру. Мы не говорим о том, что здесь есть какая-то преступная составляющая, нам просто непонятно, или нам неправильно разъяснили, или мы не поняли. Но ответов на поставленные вопросы мы реально не получили. Если законность была соблюдена, проблем нет. А если не соблюдена, то прокуратура должна будет принять и вынести какие-то свои решения, предположения. Таким образом, финальную точку в этом вопросе поставит Генеральная прокуратура, которая и определит, был ли нарушен закон. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Отчет об исполнении государственного бюджета Абхазии станет темой прямого эфира сегодня. Для участия в нем приглашены представители законодательной и исполнительной ветви власти. Прямой эфир начнется сразу после новостей. Академия наук Абхазии и Управление Российской Академии наук по взаимодействию с научными организациями Республики Крым и города Севастополя подписали договор о сотрудничестве. Церемония подписания прошла сегодня в Сухуме. Свои подписи под документом поставили вице-президент Академии наук Абхазии Сергей Бибия и начальник управления РАН Юрий Плугатарь. Стороны будут сотрудничать в различных направлениях от содействия в подготовке молодых специалистов, возможности защиты кандидатских и докторских диссертаций, реализации совместных научных проектов, экспедиций, до организации научных конференций и симпозиумов. Эти люди наши очень близкие коллеги и давно поддерживаем все научные и дружеские связи. Я хочу отметить, что Никитский ботанический сад с нашим, с Абхазией, поддерживает связи со дня организации Сухумского ботанического сада. Эта дружба продолжается и по сей день. И не просто так они сегодня приезжают, приезжают к нам, чтобы обновить и придать официальный характер наших научных взаимоотношений. Мы уверены в том, что вот такое сотрудничество, оно будет развиваться. И то, что мы уже сейчас начали проводить совместные экспедиции, это вот первые те шаги, которые, я думаю, будут продолжаться, развиваться. В Крыму очень много институтов, которые имеют свою славу, свои традиции. Им значительно больше, там, 100-150 лет, это и в Севастополе, и, собственно, в Республике Крым. Поэтому вот все мы протягиваем руку для того, чтобы дружить, работать, именно в процветании науки наших народов. Между Министерством культуры и охраной историко-культурного наследия Абхазии и автономной некоммерческой организации высшего образования Институт современного искусства подписано соглашение о партнерстве в сфере образования и подготовки специалистов в области культуры и искусства. Институт современного искусства – это многопрофильный ВОЗ, реализующий 29 образовательных программ высшего образования по 8 укрупненным группам направлений подготовки всех уровней от бакалавриата до аспирантуры в сфере культуры и искусства. В рамках международного обмена опытом и профессионального партнерства ИСИ активно сотрудничает и развивает культурные и творческие связи с зарубежными ВОЗами. Сотрудничество с Институтом современного искусства дает возможность получить качественное образование в сфере культуры по тем направлениям, которых нет в Абхазии. Сегодня ВОЗ, которому уже 25 лет, который выпустил несколько тысяч профессионалов в разных направлениях – это и актерское мастерство, и режиссура, и менеджмент в сфере культуры. Сегодня он готов с нами сотрудничать для того, чтобы наши молодые люди, студенты, они смогли получить возможность обучаться тем профессиям, которых в Абхазии пока еще нет. Если говорить о частностях, то, что нас всех очень волнует – это менеджмент в сфере культуры, это режиссура культурно-массовых мероприятий, культурология, музейное дело и так далее. Абхазия – это страна, еще раз повторю, не просто красивых, но людей очень талантливых в музыкальном отношении и в исполнительском отношении. Поэтому я хочу отметить, что у нас есть музыкальное искусство и в его тоже двух разных образовательных программах. Это эстрадно-джазовое пение и инструменты эстрадного оркестра. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении Али Куцукба звания заслуженных учитель Абхазии. Как отмечается в указе, за заслуги в деле воспитания подрастающего поколения и многолетнюю педагогическую деятельность. Абхазский политолог, социолог, кандидат философских наук, доцент Константин Думав отмечает свой 80-летний юбилей. Юбиляр отчествовали сегодня на юридическом факультете Абхазского государственного университета. На торжественный вечер в честь юбилея выдающегося политолога, социолога, философа Константина Думава пришли его родные, друзья, коллеги и студенты. От имени ректора Агум было засчитано поздравление в адрес юбиляра. Уверены, что ваши глубокие знания, многолетний преподавательский опыт и в дальнейшем помогут студентам Абхазского государственного университета получать достойное образование. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, дальнейшей плодотворной работы, счастья и благополучия вам и вашим близким. Константин Думава окончил филологический факультет Сухумского государственного педагогического института и очную аспирантуру Института философии Академии наук СССР. Защитил кандидатскую диссертацию на тему формирования новых традиций в воспитании личности. Константин Думава является автором более 80 публикаций, монографий и статей. Немало трудов его были опубликованы в Москве, Стамбуле, Минске, Ереване, Владикавказе. Сфера научной деятельности Константина Думава – социальная философия и современная политическая история. Этот аналитический ум, который у него присутствует, для нас оно бесценное. Таких людей бы побольше сегодня в стране. Мы должны перенять этот опыт, преемственность должна быть и использовать все эти материалы, которые он создавал. В разные годы Константин Думава работал старшим преподавателем, доцентом кафедры научного коммунизма Сухумского государственного педагогического института. Был депутатом Верховного Совета Абхазской АССР, членом Абхазского обкома партии. В своих выступлениях коллеги ученого отмечали, что в какой сфере бы ни работал Константин Думава, он всегда остается честным, справедливым, добрым человеком, на которого стоит равняться. Его аккуратность, точность, я не знаю, ну, прилежность – это все было в нем уже с самого начала жизни в нем. Ничего в нем не изменилось потом, с получением там высшего образования, с окончанием аспирантуры и прочее. Все было в нем заложено. Я не помню случая, чтобы вот он пришел в школу, не знав урока, не знав, значит, не смог, чтобы он не смог ответить на какой-то вопрос. И вообще рядом с ним хотелось быть немножко серьезнее. Константин Думава и сегодня в строю, неустанно работает, является доцентом кафедры политологии и социологии АГУ. Юбиляр считает своим долгом направить все свои силы и накопленный опыт на обучение молодых специалистов. Чтобы студенты могли самостоятельно мыслить, самостоятельно оценивать события, которые происходят вокруг и в мире, в сфере политики. Студенты же в свою очередь отмечали, что Константин Думава является для них примером самоотверженного служения своей профессии и пожелали ему долгих плодотворных лет жизни. Алика Трапш, Беслан Ченжерия, Абхазское телевидение. На историческом факультете АГУ открылся кабинет имени абхазского историка, кавказоведа, этнолога, переводчика, профессора Георгия Амичба. В мероприятии приняли участие родные, друзья и коллеги ученого. Георгий Амичба – автор свыше ста научных работ. Всю свою жизнь он посвятил науке. В разные годы являлся деканом историков филологического факультета Сухумского педагогического института, заведующим кафедрой истории АГУ. Выступавшие отмечали большой вклад Георгия Амичба в становлении абхазско-исторической науки. Основное направление научных исследований Георгия Александровича – это раннесредневековая история абхазского народа. Он внес весомый вклад в изучение истории зарождения и развития феодальных отношений, народного хозяйства, политической истории, религии, идеологии, означенного периода и так далее. Перечислять можно очень долго, потому что очень много у него работ. Завтра в Сухуме открывается семинар молодых литераторов Абхазии, который проводит Союз писателей. Первым шагом подготовки к семинару было создание в прошлом году литературного клуба при Союзе писателей и его отделении практически во всех регионах нашей республики. Главная цель семинара – найти новые имена в абхазской прозе и поэзии, а также привлечь больше внимания к литературе. Семинар молодых литераторов Абхазии планируется проводить один раз в два года. Районные же семинары будут работать по различным жанрам один раз в полугодие. Мы решили возобновить те традиции, которые были ранее. Это дает большой стимул, во-первых, и результат. Мы работаем на результат, потому что, как вы все понимаете, сегодня говорят, что мало читают. Но вот последние годы мы видим, что интерес к абхазской литературе, вообще к национальной культуре растет. Мы надеемся впредь, возобновляя те старые традиции, что этот семинар будет иметь большую перспективу. Воспитанница Сухомской музыкальной школы номер 2 Мария Эмилия Терзиан-Хагба заняла первое место на международном фестивале-конкурсе «Музыка мира», который проходил в Израиле, в городе Иерусалим. Мария Эмилия Терзиан-Хагба – ученица заслуженной артистки Абхазии Ольги Хагба. Интересно, что в начале конкурса его организатор весьма настороженно относились к молодой скрипачке из Абхазии, но затем были сражены ее исполнительским мастерством. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии сохранится облачная погода временами дождь. Во второй половине дня грозовой фронт вызовет ливневый дождь. Температура воздуха ночью плюс 12,17, днем 18,23 тепла. Температура морской воды плюс 18. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу. Субтитры создавал DimaTorzok